Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах весны. Я люблю весну, я люблю лето, в общем, я люблю теплую погоду. Ароматы зимы и... Ну, осень я еще могу снять. Ароматы зимы в этом году я не снимала, потому что, честно говоря, вкусы поменялись. Я уже довольно давно живу в жарком климате, и как бы воссоздать вот эту вот атмосферу зимнюю, раскрытие ароматов зимой, мне уже сложно, поэтому не стану там изобретать самолет. Расскажу о том, что как бы чувствую на данный момент. Сейчас у нас лето, но уже такое плавно переходящее в осень. Все еще тепло, и снега у нас не будет, и холодов у нас особых тоже не будет, поэтому вот весна, осень, лето — это вот мои темы. И у вас весна не за горами. Я знаю, что еще пока она еще недостаточно вошла в свое правление, но тем не менее уже совсем скоро, совсем скоро солнышко будет светить по-другому, более тепло. Но появятся какие-то, знаете, в воздухе витает вот совсем другой флор, скажем так. Вот весна, она сама по себе пахнет весной. Это необыкновенное чувство, я его помню до сих пор с детства, ручьи, капель. Это прекрасно. Это прекрасно, здесь этого, к сожалению, нет, но тем не менее, как бы дух весны, он везде. Дух весны. Рассказываю про ароматы весны. Для меня ароматы весны легкие и такие, как бы, переходные. Здесь я вам покажу те ароматы, с которыми я люблю встречать весну и которые у меня ассоциируются с этим временем года, и также с которыми я потом плавно перехожу в лето. Первый аромат, самый такой весенний сейчас на данный момент у меня, вот прям он пахнет мне весной, это Ден Дулейт от Серджи Лютанса, молочный зуб, как говорят в народе. Я не чувствую там, знаете, я зашла на фрагрантику, я стараюсь это не делать, зашла на фрагрантику, почитала отзывы. Я не знаю, ребята, ну как тут может пахнуть там стоматологией и всеми вот этими зубными какими-то вещами. Для меня это весна. Весна, начало весны, капель, чуть только вот тает, натинает снег, вот эти вот ручьи журчат, ну вот это вот все банальщина, но тем не менее, она вот мне пахнет вот именно этим. Причем весна такая из моего детства, я уже говорила, иду в школу, по дороге падаю, разбиваю коленку, и вот какой-то, знаете, такой лютанс, он может перенести нас куда-то вообще в наше прошлое, и это мастер, вот он просто гений насчет этого, поэтому да. Здесь я слышу миндаль, очень яркий, особенно в начале, а потом это уходит в какой-то такой дивный флёр, очень светлый, очень свежий, такой какой-то чистый, упоительный. Я недавно носила этот аромат, и потом одела дня через три, вот я была в плаще, и потом одела этот плащ, и плащ благоухал просто восхитительно, я не могла вообще вспомнить, что же я носила. Вот шлейф был ни на что не похож, оказалось, ну потом я вспомнила, что это Дендуле, от Сержа Лютанца, молочный зуб грандиозно, грандиозно звучал от одежды, от ткани, и на себе, когда я его ощущаю, я просто вот, ну он меня как-то так окрыляет и придает лёгкость. Вот весна во флаконе, для меня это вот прям номер один сейчас, весна во флаконе, я думаю, если бы я жила бы в Москве, если бы мы сейчас поехали вдруг путешествовать, я бы взяла бы его с собой 100%. Дальше ещё один аромат весны, но он у меня весна-лето, иногда и зимой могу под настроение, но тем не менее он тёплый. Это Жадорчик от Dior. У меня это Eau de Parfum классический, я очень люблю Жадор, мне нравится его какая-то, вы знаете, классичность. Вот он такой аромат, который сочетает в себе, он банальный довольно-таки, там, ну что там, тубероза, фрукты, вот эта вот вся тема, но он так ладно скроен, что уже сколько лет, и он не надоедает. Я не говорю про фланкеры, я говорю именно про классическую версию. Красивый, красивый весенний-летний аромат, цветочный, белоцветочный, фруктовый, тонкий, элегантный, ну вот он прям аромат с шиком, знаете, я его люблю надевать, когда я ношу много каких-то аксессуаров, клипсы какие-то, что-то такое золотое и воздушное там в плане одежды. Вот он, он очень женственный, он подчеркнет вот всю-всю-всю вашу женскую сущность. Очень красивый Жадор для меня весна во флаконе тоже. Два аромата, вот просто обожаю по весне, просто обожаю их. Это Шанель номер 5 Eau de Premier и Шанель Eau de Parfum. Вот зимой я их не ношу, если только дома, знаете, если выходной день, я привожу дома, как бы не на холоде, вот иногда хочется именно Eau de Premier надеть, но все-таки это для меня лето, это тепло, это весна, это вот, знаете, такая теплая, нежная прохлада. Аромат, ну аромат олицетворяющий в себе, ну все, что мне нужно вообще. Он очень красивый, изысканный, я сразу его, не сразу его, точнее, полюбила, но тем не менее, да, сейчас мы дружим очень сильно, вот почти даже, ну почти полфлакона у меня уже нет, 100 миллилитров. Eau de Premier для меня искрящийся, хрустящий, волнующий, легкий, грациозный, праздничный, ну и может быть, каждый, он такой универсальный, он может, знаете, быть тем ароматом, который вот очищает ваши рецепторы, вот когда вам надоедает носить какие-то ароматы, вот Eau de Premier может быть таким переходным моментом, может дать вам передышку приятную от каких-то тяжелых, например, ароматов. Я его люблю просто везде носить, как я уже сказала, дома, дома я вообще обожаю Шанель номер 5 носить, Eau de Premier тем более. В общем, он для меня такой, когда вы уже вот снимаете, например, какую-то теплую, ну колготки, например, зимой, вы снимаете после зимы колготы, одеваете легкое платье, туфельки на каблуках, и можно уже без колготок идти, и это так прекрасно, я вообще обожаю это чувство, такое вот прям весеннее, которое тебя наполняет, и вот прям свежо, но не жарко, но уже и не холодно. Вот этот аромат, он прям вот для этого времени идеально будет. То же самое могу сказать о Шанель Eau de Parfum номер 5. Я обожаю Шанель, что тут говорить, все, у меня уже прям совсем чуть-чуть. Кто за мной следит в Инстаграм, ну и здесь, если часто смотрите, я когда пишу картины, я всегда ношу Шанель номер 5, и вот надо мне больше писать и покупать уже себе новый флакон. Она более тяжелая, она более такая, у нее больше какого-то характера, что ли, в отличие от премьерной пятерки, но тем не менее она хороша. Так, следующий аромат, я показываю его редко, но он грандиозный. Это Гардения от бренда Mikoliv. Самое потрясающее Гардение. Если вы любите Гардению, обратите внимание на этот аромат. Вообще у Mikoliv очень крутые ароматы, высочайшего класса, качества. Ну, все красиво. Флакон, может быть, немножко вычурным кому-то покажется, но мне нравятся. Мне нравятся эти флаконы со стразами Сваровски. Вручную написано здесь название. Гардения. Сейчас я вам покажу. Вот, красиво, очень красиво. Гардения. Гардения аромат любящей себя женщины. Вот просто вот, которая себя любит от кончиков ногтей до кончиков волос. Вот просто вот люби себя и вот носи Гардению. Для меня это такой аромат ухоженный, благородный, красивый, не кричащий, но тем не менее привлекающий к себе внимание, бесподобный. Повторюсь, если любите Гардению, если любите цветочные ароматы, вот это для меня образец прям высшего класса. И на весну-лето я очень люблю Гардению, очень. Она вот прям такая упоительная, свежая, немножко томная, хорошо видоизменяется на коже. То есть вот этот аромат я могу носить с утра и до вечера. У меня редко так бывает, обычно я люблю чередовать ароматы, но вот этот аромат, он такой, все поглощающий, скажем так, классно. Гардению я прям призываю понюхать, если будет возможность. Следующий аромат тоже будет от бренда Mikalif. Все знают, как я люблю Ананда. Вот у меня Ананда, первая классическая версия. Я пробовала еще, по-моему, Ананду Dolce. А вот новую версию уже такой в жемчужном флаконе я не пробовала. И не знаю, попробую, наверное, теперь только если когда-то куда-то будет у меня путешествие, куда-то в Европу или в Россию. Потому что очень хочу, конечно, его вдохнуть. Но это вот классическая Ананда, классическая история. Груша, мимоза, белые цветы и очень красивый, чистый, искрящийся мускус. Аромат вот просто вот, знаете, женственность во флаконе. Женственность, легкость, изящность. Такая вот, знаете, в хорошем смысле невинность. Ну, невинность всегда в хорошем смысле, правда же. Как бы вот что-то такое настоящее, доброе, чистое, светлое. Вот оно здесь. Красивый аромат. Я уже говорила, что вот аромат невесты это может быть. Вот этот аромат. Он вот такой вот прям... Как, знаете, как хороший, чистый, светлый, добрый человек с хорошей энергетикой. Вот ты вроде и вот хочешь про него что-то там... Ну, не может быть такого человека, прям, хорошего. А вот ты смотришь, и действительно он таков. Вот этот вот аромат, он тоже таков. Вот прям, ну, ни с какого угла к нему не придраться, ничего. Он прекрасный. Прекрасная Ананда. Если говорить, как я ее ношу, я ее ношу утром, прежде всего. Или уже вечером, когда я после душа прихожу с работы. Я люблю ее носить. Мне мужу очень она нравится. Поэтому я его иногда радую вечерней Анандой. Вот этой вот классической версии. Тяжелая Ананда, черная Ананда. Тяжеловатая. И как-то, не знаю, для меня она не весна. А вот это вот весна. Следующий мегавесенний. Наверное, вы со мной многие согласятся. Это Диориссимо от Диор. У меня в туалетной воде. Оставляет желать лучшего его стойкость. Но, тем не менее, вот эта вот первая волна этих ландышей хрустальных, вот прям настоящих, знаете, ландышей, которые я еще помню с детства. Здесь их вообще не найти. Я не знаю, в Москве, наверное, тоже очень сложно купить, потому что они уже давно в красной книге и так далее. Но вот этот вот букетик с этими чуть-чуть дрожащими маленькими цветочками, как он пах. Он пах восхитительно. Вот так же, так же, так же, как вот эта вот Диориссимо. Прекрасная. Мечтаю понюхать, обладать и вообще попробовать поносить все варианты Диориссимо в винтаже. Вот Диор, мне кажется, такая моя фирма. Если вот я бы хотела бы перенестить куда-то в винтаж, например, мне бы хотелось бы начать, наверное, с Кристиан Диор, с Диора. Потому что, ну не знаю, мне нравится, короче. Очень нравится Диориссимо. Вот для меня это вот прям весна. Эта весна, это ландыши, подснежники, вот первая-первая-первая зелень, трава, которая пробивается сквозь снег. Вот это вот начинается новая весна нашей жизни. Ой, что, ну говорила, короче. Вот весна, весна. А еще у меня, знаете, четкая почему-то ассоциация с Диориссимо. Это вот Ботичелевская весна. Вот это красивая блондинка такая с красивыми... кудрявыми волосами. Вот мне кажется, она вот так должна пахнуть. Все. Следующий аромат, безусловный фаворит и редкость. И вообще просто я рада, что наконец-то он у меня опять. Это Гуччи Энви. Сейчас вытащу его из коробки. Нравится мне, как он сделал эту коробку. Сейчас так модно, модно вот этот пластик везде. А он вон еще когда сделал. Ну, молодец, короче, Том Форд. Гуччи Энви. Это туалетная вода. И я ее обожаю. Ну, может быть, потому что это ностальгия. Может быть, потому что это моя юность. Там много связано с этим ароматом, воспоминанием. Но для меня, тем не менее, он естественно. Не зимний, не осенний. Вот он именно весна-лето. Аромат хрустящий, сочный. Такой звонкий, терпкий в то же время. Какой-то напористый в то же время. С таким вот характером. Ну, знаете, как про человека говорят? О, этот бесхарактер. Да, там вот у того-то у него прям чувствуется стержень. Такой вот прям. Вот он может тот и тот. Вот в этом аромате есть стержень. Не знаю, есть ли стержень в аромате Ананда. Ну, он хороший, бесстержень. Но вот здесь вот прям вот характер. Характер налицо. Аромат о зелени, аромат о белых цветах. По-моему, здесь тоже есть тубероза. Но такая она колючая, хищная. Такая вот иногда даже неприятно пахнущая. Если с ним переборщить, он может, конечно, вас скомпрометировать, скажем так, своим таким странным запахом из шлейфа. Но, тем не менее, он прекрасный. Просто нужно в меру все. Так, следующий аромат, который я считаю, вот я вот прям его прочувствовала как весенний. Я его, честно говоря, еще не очень много носила. Но вот мне кажется, для этого обзора он идеальный. Понимаете, я когда подбираю ароматы для обзора, я смотрю в своем шкафу этот 100%. Я вот как бы интуитивно. И вот мне кажется, миссия от Шанель, вот он весна. Он весна, несмотря на его пудровость, несмотря на его такую немножечко тяжеловатую базу, он для меня весенний. Он для меня весенний. Красивый кашемировый или шелковый шарф. Какая-то, вы знаете, легкий плащ уже вы надеваете. Или кожаную куртку. Нет, не куртку. Но что-то такое очень женственное. Ну, короче. Вот когда вы не одеваетесь к зиме, а наоборот уже после зимы раздеваетесь. И вот этот аромат об этом. Миссия Шанель. Пудровый аромат. Но он, знаете, мне в нем безумно нравится его старт. Здесь такой классный старт фруктово-пудровый и ирисовый. Но вот эти вот фрукты в начале, они вот задают такой какой-то вот красивый марш. Вот такой вот, если это как о музыке мы говорим, это что-то такое вот прям, такое вот очень современное, какое-то, может быть, интерпретация чего-то классического, но в таком современном исполнении. А потом все уже уходит в классику, когда уже мы возвращаемся к базе. Так вот мне вот это в настоящем... Нет, брунду. Слушайте, я что-то так это... Начало, начало в этом аромате мне, безусловно, очень близко и очень нравится. Потом я все время его перекрываю чем-то другим. А вот начало, оно весеннее, оно сладко-кисло-взрывное, чуть-чуть пудровое, чуть-чуть. В общем, миссию люблю, вот очень люблю. Мне она нравится за ее именно начало. А когда уже она уходит в базу, я ее перекрываю чем-то более тяжеленьким. Тяжеленьким. Следующий аромат, безусловно, это прекрасная Bottega Vinetta от Bottega Vinetta, классическая версия. Никак я ее не добью, надо уже ее добивать. И купить себе новый флакон, уже говорю об этом сколько. Вот это вариант кожаной куртки нараспашку, с какой-нибудь маечкой, и ветер в волосах. Вот что-то такое. Если мы говорим о весеннем настроении, вот этот аромат, вот он прям передает весеннее настроение, когда вы... Ну не знаю, вот когда я помню весной, вот все запахи обостряются. Весной ты чувствуешь, вот как будто бы ты чувствуешь на 100% лучше. Как-то вот все чувства, вот весь такой, как раскрытая книга, этот аромат очень, мне кажется, подходит. Bottega Vinetta это кожаный аромат, кожано-мускусно-цветочно-фруктовый, но очень ладно скроенный. Я вообще мало кожи там чувствую, может быть это все-таки какая-то замша, но вот тем не менее, да, он шикарен, он шикарен, и на весну я его очень люблю. Весна, лето, зимой как-то, не знаю, вот весна, лето супер, супер комплементарность, необыкновенный, просто неимоверно красивый шлейф у него. Так, следующий аромат, который я вам хочу показать. Прошу прощения за такой некрасивый флакон, потому что стерлась краска. Это компания Fragonard, и называется Bûlette Deux. Я вам сейчас покажу вот так, поближе. Вот так называется этот аромат, видите? И флакон, он покрыт такой золотой краской, и со временем вот он что-то весь прям отколупался, так некрасиво, но аромат очень классный. Аромат цветочный. Аромат, вот знаете, прям цветущих каких-то садов, вот прям, которые вот прям в самом их цветении находятся, пребывают. Тут все, тут и роза, тут и георгины какие-то, тут и мимозы, и, я не знаю, тут все. Ну вот просто вот это вот прям букет. Это хор, хор цветов. Очень красивый аромат. Bûlette Deux. Я напишу внизу все сноски. Может быть, я неправильно произношу, но тем не менее. Хороший, стойкий, достаточно шлейфовый. Не очень шлейфовый. Вот все те ароматы, которые я показывала, они более такие шлейфовые. Этот, ну так. Ну, тем не менее, да, для меня он весенне-летний. Вот именно, когда вам хочется легкости, цветочности. Цветочности. Короче, побыть цветочницей. Букетницей. Вот такой аромат. Фрагонард. Фрагонард. Так, и последний аромат, который, мне кажется, многим приглянулся, многим пришелся по вкусу и будет идеален на весну, это Линтердит от Джи Ван Ши. Новинка. Многими она очень любила, любима уже стала. У меня вот такой вот флакон 10 мл. Так жалко им пользоваться, честно говоря. Я вот раза два им попользовалась, и прям что-то мне так жалко. Такой красивый, миниатюрный флакончик. Я здесь слышу вино. Для меня это винчик. Такое уже забродившее, молодое вино виноградное. Ну, конечно, здесь есть тубероза. Но, вы знаете, первый раз, когда я только его попробовала, в Дьюти Фри, по-моему, я его попробовала, когда мы с сыном летали на Бали. Вот, я его там попробовала, и мне вот прям сразу как-то вот вспомнилось Крым, как мы с подружкой отдыхали. Вот мы пили вот эти вина. Помню, на рынках, вот в таких вот бутылках вообще пластиковые продавали разные вина. Я помню, мы с ней там что-то дегустировали. Ничего не понимали тогда. Но вот те вина, вот они пахли вот как вот этот парфюм, как этот аромат. Не знаю. Я не очень чувствую здесь туберозу. Она есть, конечно. Ну, где-то там, где-то там вот она есть. Ну, для меня этот аромат вот больше какой-то виноградной винной. Не знаю. У меня такая вот ассоциация с ним. И вот мне кажется, он для весны, для каких-то зарождающихся отношений, для романтики. Вот он вот прям то, что нужно. Вот если вы ищете романтики, то это вот прям один из самых романтичных сейчас ароматов, которые можно найти в магазинах. И еще один аромат. Он у меня появился весной, поэтому мне он как бы вот ассоциируется с весной, с весенним настроением, с такой прохладой, но еще не жарой. Это Dan Le Pot от Louis Vuitton. Игры кожи. Или под кожей. Или вот как-то вот там тоже такая игра слов, знаете. Аромат такой немножко интимный. Аромат кожаный. Вот если сравнивать этот аромат и ботега винета, то это, конечно, это кожа. Для меня это вот просто кожаная куртка, чуть-чуть абрикосов, немножко жасмина. Я слышала у Наташи Золотаревой описание этого аромата. Она наоборот слышит более какие-то акватические в нем ноты, какую-то прозрачность. Я вообще этого не чувствую. У меня вот именно такая кожанка, мощная, такая прям хорошая. И вот что-то такое цветочно-персиково-абрикосовое. Но вот когда вот он у вас на коже уже, когда вы его носите, он вот очень необычный. Из всей линейки он прям самый крутой, я считаю. Самый-самый крутой. Я хотела еще вот там какие-то ароматы, турбуленция, еще что-то. Они все хороши, все хороши. Но вот этот... The best. The best. Dan Le Pot от Louis Vuitton для меня это вот прям весна. Я помню, его первый раз надела, когда была весна, вышла на улицу, и вот он меня покорил. Покорил и до сих пор покоряет. Из того, что у меня нет, что бы я бы, наверное, ассоциировала с весной, это, конечно, Lelaba Iris. Iris 39, по-моему, да? Это вот весна. Это весна, это вот такая вот необыкновенная. Вот это вот ирис. Если вы ищете идеальный ирис, это вот этот Lelaba Iris 39, по-моему. Вот он прекрасный. Вот я бы его бы тоже как бы в это видео внесла бы, если бы он у меня был. Потом Maison Martin Margiela. Это флаконы реплики. У него там есть сады какие-то французские, еще что-то. Все цветочное идеально. Идеально подошло бы на весну-на лето. Потому что у него тоже, вы знаете, разные, разные у них, конечно, категории, Lutanz и Maison Martin Margiela, разные как бы взгляды. Но тем не менее, и у того, и у другого автора история. История во флаконах. Вот Lutanz рассказывает свою историю как бы немножко так артхаусно, да? А Maison Martin Margiela более, наверное, так по-голливудски шикарно. Ну вот так, мне кажется. Много-много. Родригесы прекрасно на весну. Булгари прекрасно на весну. Вот эти все жасмины очень красивые, мне кажется, тоже перейдут потом на лето. Много ароматов. К сожалению, вот я вам показываю то, что у меня есть. Если бы у меня была возможность купить бы, я бы купила бы и все бы показала, но всего купить невозможно. Я показываю вам то, что есть, то, что люблю, и то, что считаю как бы вот именно весенним для меня. Спасибо вам, что смотрите. Пишите ваши комментарии, пишите, какие для вас ароматы весенние, какие для вас ароматы олицетворяют это прекрасное время года. Я всегда рада вас читать, всегда отвечу. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.